Для того, чтобы посмотреть на реальный package.json, поставим модуль экспресс. Этим экспрессом мы еще будем пользоваться в будущем, а сейчас мы просто ставим этот внешний модуль и взглянем в AppStorm на его package.json, как он выглядит. И обнаружим там массу всего интересного. Здесь я позволил себе кратко прокомментировать некоторые строчки этого файла. На самом деле, конечно же, такой package.json работать не будет, потому что комментариев в JSON не может быть. Это сделает JSON невалидным, так что они здесь очень временно, просто для удобства. Мы кратко пройдемся по некоторым особенностям package.json, пока что в общих чертах. В дальнейшем, когда мы будем делать конкретные вещи, то мы используем это для решения конкретных задач. Итак, поля. Name, имя, уже знаем, description, описание информационное. По нему осуществляется поиск при npm search. Дальше, версия. Версия имеет вид major, minor, patch. И подчиняет спецификации 7вер. Что это означает? Это означает, что когда я делаю пакет, пока я его еще не опубликовал, или опубликовал, но он еще в незаконченном виде, я делаю первый номер 0. Это означает, что какие бы здесь номера версии не были, я могу менять в любой момент что угодно. 0 это нестабильный пакет. Дальше, когда пакет стал стабильным, то теперь каждый номер версии имеет конкретный смысл. Здесь последнее значение это patch. Если я вношу какие-нибудь незначительные изменения, скажем, багфиксы, я могу менять вот это вот. 7, 8, 9. То есть те люди, которые используют мой модуль, могут без проблем обновиться при условии, что последнее число другое. Дальше. Средний компонент это minor версия. Minor версия обновляется при изменениях, которые, например, добавляют новые возможности, но при этом не ломают то, что есть. Таким образом, опять же, если человек какой-то использует мой модуль, то при выпуске новой версии, например, 1.20, он может на нее обновиться, и его текущий код не должен сломаться. И, наконец, major, первая версия. Если я внес хоть какое-то минимальное изменение, которое ломает существующий код, например, поменял порядок аргументов и функции, то я обязан изменить major, первую версию. Будет уже 2.00. Вот такая достаточно простая схема нумерации версий, у нее есть еще ряд нюансов, и если захотите подробнее с ней ознакомиться, 7.ver.org, семантическое версионирование называется. Используется повсеместно в Node.js, в принципе, не только. Для того, чтобы поставить конкретную версию, использую такую вот синтаксис. npm install, модуль, дальше собачка, и дальше версия. Например, 3.0, это будет последняя версия в ветке 3.0, например, 3.0.15. Могу просто указать npm 3 или npm 2, и будет, соответственно, последняя версия в этой ветке. Обычно старую версию ставят либо из соображений совместимости, либо потому что были новые какие-то ошибки. Иногда возникает и другая задача. Необходимо поставить самую-самую последнюю версию модуля, которая еще не была опубликована. Например, потому что в ней были исправлены важные ошибки, или добавлены какие-то возможности. Это очень просто, если модуль разрабатывается, используя систему версионирования git, например, на GitHub. Достаточно получить git readonly URL, скопировать его, и в консоли набираю npm install и этот URL. Оно все скачает и поставит так же, как делается обычно. То есть в Node.modules, Express, разницы мы никакой не заметим. Еще один вариант, это прям скачать готовый архив с модулем и дать его аргументам в npm install. Более подробно про npm install можно посмотреть, конечно же, в хелпе. И тут вот видите, все, что может получать эта команда. То есть npm install очень гибкая штука, она может ставить модуль откуда угодно. Следующие поля информационные, это автор, про автора, contributors, про тех, кто принимал участие, и dependencies. Dependencies уже структурное поле, оно указывает те модули, от которых зависит данный. Если мы обратим внимание на консоль, то там, когда ставился Express, вот такую штучку выдало. Это под модули. Каждый модуль из этого списка будет ставиться в поддиректорию Node.modules. То есть видите, я поставил Express вот сюда, оно попало сюда. И все зависимости, которые здесь есть, ставятся в поддиректорию Node.modules внутри. И используются самим модулем. Это очень классное свойство npm, потому что, представьте себе, мы поставили Express, и он требует модуль Connect версии 2.7, да? И поставили еще какой-нибудь модуль сюда, который требует версию Connect вообще другую, скажем 3.0. И получится, что благодаря тому, что каждый модуль задает свои dependencies отдельно в своем package.json, и ставит их отдельно в свою поддиректорию, никаких конфликтов быть не может. Номер версии в зависимостях тоже достаточно гибкая штука. Я могу использовать не конкретные цифры, а более общие. Например, Connect просто 2. Или как здесь, Дебаг звездочка. Или даже более сложный синтаксис. Больше либо равно 2.5. Свойства dependencies также можно использовать для упрощения установки модуля. Например, я написал модуль, и я хочу его кому-нибудь передать, не обязательно при помощи репозитария. Либо я куда-нибудь его скопировал. Я не обязан таскать за собой всюду большую директорию Node.modules. Я просто делаю dependencies. Дальше, кто угодно, кто получил директорию с package.json, может зайти в консоли и набрать команду npm install. И она автоматически подтянет все пакеты, которые есть в dependencies, создать директорию Node.modules и поставить их. В данном случае вот сюда. Как видим, появился Node.modules и в нем экспресс. Теперь пойдем дальше. Кроме dependencies, есть еще def-dependencies. Они не ставятся, если модуль подтягивается как зависимость. То есть, иначе говоря, в той инсталляции, которую я только что сделал, через npm install, в экспрессе поставились только вот эти модули. Вот эти модули предполагается, что нужны для разработки. И они будут ставиться в двух случаях. Первое. Если стоит специальный флаг конфига, команда есть такая npm config. И второе. Если я зайду непосредственно в директорию экспресса, то есть Node.modules.express, и уже в директории экспресса наберу npm install. Упс, оно сказало, что пакет не валидный. Но это понятно, что он не валидный, потому что я комментарий сюда написал. Давайте я уберу эту штуку. Вернусь. О, вот теперь все хорошо. Оно подтягивает все-все модули из def-dependencies, их подмодули, и ставит. Ух, сколько всего. Дальнейшие поля. Это keywords. Ключевые слова. Информационное поле, которое используется npm search при поиске. Repository. Это репозиторий, где находятся исходники модуля. Тоже информационное поле. Никакой существенной роли не играет. Следующее поле main. Оно задает точку входа в пакет. Обычно, когда мы подключаем какой-то модуль, например, require.express, то подключается файл index.js в этой директории. Но заданием поля main это можно поменять. Например, main это будет lib, slash, application. При этом, при require.express будет подключаться не index.js, который может и не быть, а данный файл. Следующее поле bin содержит исполнимые файлы, которые идут вместе с модулем. Мы рассмотрим его чуть позже, вместе с глобальными модулями. И, наконец, scripts позволяют задавать команды, которые автоматически выполняются при некоторых действиях с пакетом. Например, prepublish автоматически выполняется prepublish. И вызывает, кстати, npm prune. Команду npm prune мы не проходили, она удаляет лишние модули из non-modules, которые не приличительны в зависимостях. Если хочется более подробно познакомиться с командами, то есть npm help prune, да, либо npm help scripts, чтобы получить список встроенных команд, которые как раз выполняются стандартно, и когда они выполняются. Кроме встроенных команд, можно задавать и свои скрипты, об этом мы тоже поговорим позже. Итак, у нас была, во-первых, структура версии пакета. Ее необходимо знать хотя бы, чтобы понимать, на какие версии можно обновляться, а на какие нельзя. Дальше, зависимости, dependencies, dev dependencies, используются, как правило, для распространения пакета, чтобы легко было новой зависимости подкачать, либо, чтобы легко было текущей зависимости обновить, я в dependencies или в dev dependencies могу написать нужные версии. Причем есть специальный синтаксис, как их задавать, npm help json, вы все там посмотрите, если захотите. Дальше, точка входа в модуль, main, как правило, по умолчанию это index.js, ее иногда меняют. И, наконец, bin, scripts, тоже используются, мы еще вернемся к ним далее. В package.json есть еще много полей, большинство из них информационные, наиболее подробную информацию о них вы можете получить, используя npm help json.